Пушкин Реставрирована заброшенная усадьба по программе «Один рубль за один квадратный метр». «Артист-2015» – наш. Пушкинская веснянка завоевала престижную международную премию. Фольклорный ансамбль стал лучшим в номинации «Вокальный ансамбль сезона». Пилот-чемпион и секрет его успеха. Наша съемочная группа побывала в гостях у команды Вячеслава Леонтьева, победителя чемпионата Центрального федерального округа по классическому ралли. А теперь об этих и других новостях более подробно. В Пушкино выбрали самый лучший двор. Конкурс был объявлен еще летом и только сегодня подведены итоги. Хороших и благоустроенных дворов в нашем городе оказалось много. И выбрать победителя организатором объединенной дирекции ЖКХ было совсем непросто. С церемонией награждения Инга Лапикова. Клумбы и шин, грибы со шляпками из-под мисок и сказочные животные – так выглядит лучший двор в Пушкино. Его обустройством занимались жители всего дома. Люди приносили саженцы и цветы, а также делали фигуры из шин. На краску и прочие материалы сбрасывались всем двором. Гнездо аиста мы сделали. Дерево спилили. Мы думали, ну что же оно у нас будет так стоять голым. Мы сделали гнездо аиста, у нас там аист. На зиму сейчас все фигуры убрали. А весной, как только потеплеет, мы опять все на место поставим. Вернем, сделаем что-то новое. Кстати, из пластиковых бутылок мы делали очень красивые цветы, солнышко делали. Ну, в общем, без подручных средств. Во дворе по улице 2-й Некрасовский проезд упор сделан на минимализм и естественность. Здесь нет никаких фигур и шин, только огромное количество цветов и растений. Ему присудили второе место. Для того, чтобы это было красиво, мы как бы подбираем цветы. По цвету, по расцветке, по времени зацветания. И я считаю, что это, наверное, главное украшение. Может быть, арки какие-то. Ну, стараемся, допустим, делать какие-то горочки, альпийские так называемые. Хоть у нас и не альпы, но типа альп. А, соответственно, сажаем цветы, которые растут вот на таком каменистом склоне там или на каменистой почве. Конкурс на лучший дворик объявили еще летом. Итоги же подвели сегодня. Победители отобрали из 30 претендентов. Оценивалось количество насаждений, ухоженность территорий, а также креативный подход к использованию дворовых территорий. Долго мы уточняли в администрации, что как, но раз конкурс был дан старт ему, значит, у него должно быть и завершение с соответствующими местами и победителями. Победители конкурса собрали в здании ЖКХ. В торжественной обстановке вручили грамоты. Подарили и таблички о том, что их двор образцовый. Они украсят фасады домов победителей. Лучшим двором в 2015 году на первое место по праву занял двор дома номер 8 по Пушкинскому шоссе. Здесь у нас Татьяна Владимировна и Рейса Николаевна. В планах у жителей сделать свои дворы еще краше, а помочь в этом могут соседи. Если каждый выйдет и посадит по растению или цветку, город от этого станет только лучше. Инга Лапикова, Денис Корнев, Пушкинское телевидение. Усадьба Аигиных в деревне Талица готовится к открытию. Напомним, ее реставрировали в рамках программы губернатора Московской области усадьба Подмосковья. После восстановительных работ хозяин поместья будет платить льготную арендную плату 1 рубль за 1 квадратный метр в течение 49 лет. Так много это или мало за 1 метр подмосковной недвижимости, выясняла наша съемочная группа. Усадьба Аигиных стала первым объектом Московской области, отреставрированным в рамках губернаторской программы. Ее восстановили в рекордно короткие сроки – за два года. На работы потратили более 250 миллионов рублей. Наша организация располагается в городе Казани. В Казани мы тоже начинали свою реставрационную деятельность, восстановили 27 объектов в историческом центре Казани. И потом уже, когда узнали про программу губернаторскую, было интересно попробовать работать на таких условиях. Главный дом в последующем будет использоваться как апарт-отель, в том числе и с музейной функцией. Инвесторы выполнили все условия губернаторской программы по реставрации усадьбы Аигиных. Отремонтировали все здания. Восстановить удалось не только стены и фасад, но и какие-то элементы внутренней отделки. Уже подписан акт о переходе на льготную арендную плату. Арендатор этой усадьбы будет всего лишь 2000 рублей в год аренды платить за нее. Всего лишь 2000 рублей в год. Но учитывая этот оборудование инвестиций, сколько денег потрачено, я думаю, что это стоит того. Губернаторская программа усадьбы Подмосковья реализуется в области с 2013 года. Суть ее в том, что инвестор в течение 7 лет реставрирует памятник. Все эти годы он платит цену аренды, установленную на аукционе. Если все реставрационные работы выполнены вовремя, на оставшийся срок устанавливается арендная плата 1 рубль за 1 квадратный метр в год. За два года реализации программы льготную аренду инвесторам сдали 24 усадьбы. Поэтому эта работа продолжается, программа работает, вы это видите собственными глазами, мы все в этом убедились. У нас еще порядка 20-30 усадеб, которые не имеют хозяев, находятся в плачевном состоянии. Поэтому наша задача в ближайшие 2-3 года сделать так, чтобы на территории Московской области не было ни одной брошенной такой исторической усадьбы. Особенность сделки и в том, что между арендатором и Министерством культуры области оформляется охранное обязательство. В нем прописаны условия использования и сохранения памятника, порядок и сроки их выполнения. Так, на усадьбе Аигиных новые постройки возведут за границами памятника архитектуры. На прилегающей территории возведут дома отдыха. Их построят в архитектурном стиле начала 20 века. Работать они будут как хостелы. Ждут перемены к лучшему усадьбу Филатова в Истринском районе. Предприниматель Владимир Калюжный взял ее в аренду и со дня на день начнется реконструкция. Пока же здесь совсем неприглядно. Полы прогнили, окон нет, а здания покосились. У нас там будет студия изобразительного искусства, подготовка детей к школе, работа детства, психолога, различные кружки по творческому направлению. Там планируем музей народа Морозова, а затем мы планируем там селаток. Мы планируем там использовать и парковую зону, территорию для культурного отдыха населения местного и приезжающих. Туристический маршрут мы тоже открываем, включая и устанавливаем селаток. По данным департамента городского имущества Москвы, на каждый лот около десятка потенциальных покупателей. Стоимость права аренды в ходе торгов вырастает в среднем в шесть раз. На подобных аукционах Москва выручила в общей сложности 400 миллионов рублей. Для Московской области губернаторская программа «Усадьбы Подмосковья» – это возможность сохранить памятники архитектуры для будущих поколений, а для инвесторов использовать «Усадьбу» для коммерческих целей. Инга Лапикова, Павел Розин, Виталий Линн, Пушкинское телевидение. Завершился заключительный этап Центрального федерального округа по ралли «Ивановский край-2015». Зимнюю гонку выиграла команда во главе с нашим земляком Вячеславом Леонтьевым. Как удалось быстрее всех одолеть очень тяжелую трассу с кочками, ямами и крутыми поворотами? Наш корреспондент Алена Якубовская знает ответ. Без этих звуков Вячеслав Леонтьев уже не может представить своей жизни. Автоспортом он занимается с институтских лет. Был стритрейсером или уличным гонщиком. А два года назад организовал команду и начал гонять профессионально. Первая гонка была одним из этапов борьбы за Кубок России по ралли. Конечно, переживания были… Прежде всего, надо было побороть переживания. А так, в целом, проехали, сохранили машину. Вячеслав скромничает, ведь в первой же гонке новички, он и его штурман Алексей Михайлюков, получили Кубок за третье место. С тех пор пилот продолжает завоевывать награды. Но последний сезон уже в компании нового напарника. Я два года подряд ездила просто с зрителем на чемпионаты России, на Кубки России. Когда полностью находишься вот в этой атмосфере, когда в сервисном парке машины перегоняют, как-то очень хочется попробовать. Я дала объявление в интернете, на которое откликнулся Слава, и мы с ним начали подготовку. Пройдя теоретический курс и опробовав знания на практике, Наталья вместе с Вячеславом отправилась на соревнования в Карелию. Было много снега, непростых участков и сильных соперников. Только 30 из 100 экипажей смогли дойти до финиша. Леонтьев и Куликова оказались в их числе. Когда в начале соревнования только регистрируются, выдают специальную дорожную книгу. Указано просто, как доехать до самого спецучастка. То есть это не по навигатору, как мы привыкли ездить, а по обозначениям каким-то примерным. Пилот, он не может запомнить все 130 километров боевых. Ему не нужно ничего запоминать. Главное следить за трассой и входить в повороты. А вот когда, совершенно точно должен знать штурман. У него, как говорится, все ходы записаны. С точностью до секунд. Ралли – командный вид спорта. И результат зависит не только от пилота и штурмана, но и от механиков. В этой ладе Калини продумано все вплоть до самых мелочей. Торпеда покрыта специальным составом для того, чтобы во время гонки не было отсветки в лобовое стекло. Нестандартный руль тоже имеет специальное покрытие, и к которому прикасаться можно только в перчатках. Потому что если несколько раз взять голыми руками этот руль, он будет скользкий. Мало того, что машина создана буквально с нуля, перед каждой гонкой ее обновляют вновь. Каждый раз проделывают работу над ошибками. В этом деле уж точно нет предела совершенству. Переделываем, пробуем так, пробуем сяк. Хотим попробовать другой мотор. Хотя вот это получилось, очень даже, скажем, ничего. Ну, не знаю, одну гонку, может, на нем поездим. Переделаем коробку сейчас под него. Потом другой мотор будем также пробовать. Тренировочные условия и боевые, то есть тоже разные вещи. То есть, если на тренировке она ездит, то есть боевая трасса, то есть кто ее знает, как там повернется. К счастью, пока что серьезных аварийных ситуаций у ребят не возникало. А этот год еще и принес Кубок чемпионата ЦФО 2015 в личном, командном и абсолютном зачетах. Благодаря этой победе Вячеслав и Наталья стали кандидатами в мастера спорта. Теперь время готовиться к новому сезону. Но помимо участия в гонках, Вячеслав планирует обучать пушкинских ребят. На общественных началах преподавать им уроки безопасности вождения автомобиля и культуры поведения на дороге. Тем более, что педагогический опыт у него уже есть. Штурмана он воспитал отличного. Алена Якубовская, Владимир Парфенов, Виталий Ильин, Пушкинское телевидение. Сейчас небольшая реклама, после которой мы продолжим рассказывать о том, что произошло интересного и важного за эти дни в Пушкинском районе. Не переключайтесь. Офис банка «БФГ Кредит» расположен в Пушкино, на улице Тургенев, дом 6, рядом с железнодорожной станцией и рынком. «БФГ Кредит» осуществляет свою деятельность на основании Генеральной лицензии Банка России номер 3068. Банк входит в систему страхования вкладов под номером 730. Клиентами могут стать как физические, так и юридические лица. Для физических лиц банк предлагает широкую линейку вкладов, валютно-обменные операции, денежные переводы по системам Western Union и Leader, пластиковые карты систем Visa и MasterCard, к которым можно подключить бесплатную услугу и проводить любые платежи без комиссии, не выходя из дома. Для юридических лиц предлагается расчетно-кассовое обслуживание по выгодным тарифам, а также депозиты на различные сроки. 40% пожилого населения имеет проблемы со слухом. Такова статистика. 5% не слышат вовсе. Правильно подобранные слуховые аппараты могут улучшить общение для людей с тугоухостью. В центре «Яркий слух» пациентам подберут подходящий аппарат, бесплатно проконсультируют, при необходимости проведут процедуру на дому. Все слуховые аппараты ведущих фирм с гарантией до двух лет. Пакет документов для компенсации денежных средств в органах соцзащиты прилагается. Внимание жителей городских поселений Лесной, Правдинский, микрорайонов Серебрянка, Дзержинец и Арманд. Для удобства экономии времени с 1 января 2016 года оплата за пользование услугами вашего кабельного оператора радиотелестрой будет осуществляться с помощью единого платежного документа. Вместе с услугами за ЖКХ Кадастровы инженеры Пушкинского отдела Московского областного БТИ оперативно подготовят технические планы, акты обследования и межевые планы земельных участков. Специалисты проведут техническую инвентаризацию, а также судебные и досудебные экспертизы и оценку имущества. Геодезисты составят схему расположения земельных участков и выполнят топографическую съемку. Сотрудники филиала имеют доступ к архивным данным Московского областного БТИ. Пушкинский отдел Московского областного БТИ – разумные цены при высоком качестве работ. Пушкинская веснянка завоевала международную премию детского и молодежного творчества «Артист-2015». Фольклорный коллектив стал лучшим в номинации «Вокальный ансамбль сезона». Это очень престижная премия, и присуждается она ежегодно талантливым детям и подросткам за выдающиеся достижения в различных видах искусства. В этом году награждение проходило в Санкт-Петербурге, и за звание лучших боролись свыше тысячи участников из России, Казахстана и Белоруссии. Анастасия Испирина поинтересовалась, какое впечатление оставила поездка в Питер. Актуальная в преддверии Рождества песня принесла фольклорному ансамблю «Веснянка» еще одну награду – престижную премию «Артист». Ребята на этой неделе только вернулись из Санкт-Петербурга. Присудили нам второе место среди огромного количества коллективов. Это очень почетно, это победа. Наградить участников решили на репетиции в стенах родной восьмой школы. Здесь, в далеком 1998-м, Елена Оленева пришла работать учителем музыки и организовала вокальный кружок. Впоследствии увлечение фольклором переросло в настоящий ансамбль, который теперь можно считать высшей лигой. «Веснянка» уже давно не внеурочная самодеятельность. И благодаря тому, что коллектив неоднократно становился лауреатом первых степеней, ребята смогли участвовать в конкурсе. «Дети увидели других детей, и причем поняли, что они очень много значат сами. Они раскрылись еще больше, потому что, когда высокая планка, перед ними стоят большие задачи, они больше мобилизуются. Для детей это тоже интересно. Они азартные, им хочется победить, они стараются, и у них это получается». Для ребят важна не так награда, а то, что есть возможность выйти на большую сцену и с удовольствием выступить. «Сцена большая, акустика шикарная, и микрофоны вообще сразу были настроены. Ну, все там было очень хорошо. Теплые такие отношения, и зрители очень добрые, аплодировали нам. Ну, все мне понравилось». «Множество впечатлений оставил нам этот галоконцерт. Мы в нем не участвовали, а просто были зрителями. В этом концерте было много знаменитостей и интересных концертных номеров для нас. Вела этот концерт телеведущая передачи «Орел и Решка» с канала «Пятница» Маши Ивакова. Очень такая жизнерадостная девушка, приятно было ее слушать и наблюдать. Каждая из них – солист и готовый артист. В культурной столице коллектив представил наш город. Зрители фестиваля тоже запомнят выступление веснянки надолго. «О, это было очень эмоционально, потому что мы смогли настолько создать атмосферу песни, настолько передать ее слушателям и зрителям, что даже довели некоторых до слез. Да, настолько сильно было впечатление от нашей песни». Это стало подтверждением тому, что фольклорная музыка очень тонко передает чувства и переживания людей. Народная культура позволяет быть ближе к своим корням. Поэтому маленькие дети легко воспринимают народное творчество. У них работает генетическая память. Мы, естественно, изучаем и традиции, и костюм, и быт. И вот в этом году мы собираемся обязательно Рождество отметить в Пушкино, как всегда, как полагается, поколедовать, посодорогать город своими калятками. Ряженые начнут с шествия от Троицкого храма вечером 6 января и утром 7-го. А на святки поставят вертеп – народную драму «Царь Ирод» в музее-усадьбе Мураново. У Веснянки много планов, и они всегда в движении. К совершенству. Анастасия Спирина, Павел Розин. Пушкинское телевидение. Этим вечером самые веселые и находчивые выясняли, кто смешнее. В ДК прошел финал открытой Пушкинской студенческой лиги КВН. За приз в 40 тысяч рублей и поездку на Сочинский фестиваль боролись две команды – Пушкинская и Московская. Помогли ли стены нашим ребятам, знает Павел Розин. За звание самых смешных студентов поборолись КВНщики Юрфака МГУ «План-Б» и команда нашего музыкального колледжа имени Прокофьева «Про-Кофе». Эти ребята прошли три этапа и, наконец, вышли в финал лиги. Кто станет победителем, не решалось предугадать даже редактор. Это игра. Все покажет игра. Любая команда может выиграть. Любая команда может проиграть. Достаточно разные команды. Прокофьев, она более музыкальная у них, ну потому что они из колледжа музыкального. План-Б – обычная классическая команда КВНовская. Это только кажется, что у веселых и находчивых все легко и просто. На самом деле любой игре предшествует серьезная подготовка. К этому дню ребята придумывали шутки два месяца. Со сцены говорили о насущном. Не обошлось и без политического юмора. Итак, представьте, Котин пошел по грибы. Соперники Прокофьевцев не только позитивно взглянули на западные санкции, но и попросили политиков ввести дополнительные. Запрети людям верить в оброди, вы измените нашу родину. Запретите дать и жилье набрать. Запрети смотреть, запрети давать, запретите спать. Запретите жилье, пусть почистят снег. Запрети жилье, запрети жилье, запрети жилье. Игра состояла из четырех конкурсов. Приветствия, разминка, видеоролик и финальная песня. В результате, несмотря на то, что призы за лучшего актера и актрису достались ребятам из Прокофья, чемпионами лиги стали москвичи. Именно они получили кубок и выиграли поездку на фестиваль в Сочи, который начнется ровно через месяц и продлится до 24 января. Это была последняя информация на сегодня. Через несколько минут в эфир выйдет наша традиционная рубрика «Вопрос дня мнения руководителя». А мы с вами встретимся в понедельник, пока еще на канале МИР. С 1 января Пушкинское телевидение меняет сетку вещаний и канал трансляции. Мы будем вещать на нулевой кнопке вместе с восьмым каналом. Время эфиров – половина седьмого утра, 18.00 и 21 час 45 минут. В эти часы вас ждут самые свежие и оперативные новости нашего района, а также полезные программы на любой вкус. Я с вами прощаюсь. Приятных вам выходных! Сергей Михайлович, новогодние праздники на Загорами на площади уже установили праздничную елку. И жители интересуются, будет ли на Советской площади в этом году какое-либо празднование в новогоднюю ночь? Празднование будет обязательно. Не могу сказать на Советской площади или на Травинском озере. Мы сейчас решаем этот вопрос. У нас создана рабочая группа по подготовке к Новому году. Сейчас мы составляем план мероприятий. Смотрим, где и в каких местах проводить эти мероприятия в городе. И в районе в целом. Не хочу раскрывать всех секретов, но праздник будет точно. Вы его сами посетите? Да, конечно, обязательно. Спасибо большое. Будем вас ждать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин